Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 100 метров, вес более 2000 тонн. Как же перенести эту громадину с судна на землю? Это Лого Тян, специалист по выгрузке мостовых кранов. Выгрузка этих трех мостовых кранов лишь начало этого огромного проекта. Далее нужно выгрузить еще 23 более крупных крана. Самый крупный в мире порт по контейнерному грузообороту на протяжении шести лет уже ощутил давление от перевозок из-за экономического роста. Есть надежда, что скоро будет построена новая пристань. Это оборудование прибыло из одной китайской компании портового оборудования. Ее оборудование занимает первое место в мире. В прошлом году она каждые два дня сдавала клиентам всего мира по три мостовых крана. Для этого они разработали способ выгрузки цельного крана. Сейчас прилив нормальный? Стояние прилива или что там? Отлив, да? Идет отлив. Надо сравнять и можно потянуть. Потянуть и регулировать. Так, да? Сначала нужно дождаться подходящего уровня прилива, чтобы разница в высоте судна и причала была минимальной. По последним гидрологическим условиям лучший уровень прилива начинается 16 мая в 11.40 и будет длиться около двух часов. Этого как раз достаточно, чтобы выгрузить мостовой кран. Укладку рельсов и другие подготовительные работы нужно начинать с самого утра. В 12.30 наступил ключевой момент. Сейчас половина веса мостового крана на пристани, другая половина на судне. Как же сохранить баланс судна в момент перевода всего веса крана на сушу? Оказывается, вот в чем секрет. У этого производителя очень богатый опыт. Он разрабатывает особые транспортные суда. На дне судна находится несколько герметичных водяных цистерн. Когда мостовой кран выгружают, в цистерны заливают или выливают воду, чтобы сохранить баланс судна. 18 мая безопасно выгрузили третий мостовой кран. Новая земля начала быть похожа на пристань. Китайские инженеры настроены создать новый порт в соответствии с самыми строгими стандартами и самой высокой скоростью. Потому что крупнейшие в мире поставщики портового оборудования именно здесь. Остров Чан Син в Шанхае самая крупная производственная база контейнерных кранов в мире. Здесь ежедневно производят полтора таких крана высотой и длиной почти 100 метров. Из-за плохой погоды нахождение восьмой балки проекта в Дубае на третьей площадке уже просрочено на два дня. Ответственное лицо проекта в Дубае Сидянь должен что-то предпринять. Для пристани Т-4 Дубая строится 13 самых крупных мостовых кранов в мире 3Е+. Сегодня идет сборка крана номер 8. То есть большую стрелу собранную на земле нужно установить на стойку крана. Только после выполнения этих работ можно освободить самую большую монтажную площадку на острове Шансин. Сидяню нужно как можно скорее убрать несущую балку потому что другая группа ждет площадку уже несколько дней. Компания портового оборудования Джиньхуа предприятие с 24-летней историей. Сегодня она занимает 80% мирового рынка портового машиностроения. Вот-вот площадка длиной 5 километров будет занята грузом до отказа. Сейчас мы видим что несущая балка вот-вот встанет на место. В этом проекте передний вылет 80 метров задний 29 метров высота подъема 54 метра ширина колеи 50 метров. Эти данные крупнейшие в мире. плавучий подъемный кран 5000Т с плечом номер 8 медленно встал на опору. Самая крупная площадка на острове Чан Син наконец освободилась. В 3 часа дня рабочие сварили 4 угла. На острове восстановился прежний порядок. Это частная лаборатория на одном из южных заводов Китая. Здесь появилось профессиональное машинное фармацевтическое и другое оборудование. Цель одна гарантировать качество продукции. Это его продукция. Китай общепризнанная мировая фабрика. Ярлык сделан в Китае появляется почти в каждом уголке мира. Предприятие как этот завод проводит преобразование в надежде поставлять клиентам со всего мира более технологичную безопасную и надежную продукцию. на южном конце портовой цепи Китая мы видим интересное явление. Здесь порты Сянган, Шэньчжэнь и Гуанчжоу находятся очень близко друг к другу. Эти порты находятся в списке первых десяти портов по мировому контейнерному грузообороту. Их пропускная способность превышает четверть общей пропускной способности Китая. Дельта реки Джудян район Китая где производственная отрасль раньше всего начала развиваться после начала осуществления политики реформ и открытости. Большое количество заводов поставляет клиентам со всего мира различную продукцию. С одного этого завода по производству детских автокресел ежедневно поставляют сто контейнеров во весь мир. Благодаря развитию интернета большинство сегодняшних заводов реализовали информационное управление. Ход любого продукта можно спокойно отследить несмотря на количество шоссе, водных путей и железных дорог по которым он перевезен. для продукции одного завода можно в соответствии с адресом отправления выбрать максимально быстрый путь и подходящий порт. Три мировых порта тесно связаны друг с другом. Миллионы заводов в дельте реки Джудзян позволяют им сохранить постоянную оживленность. Десять лет назад портовый район в Шанхае в устье реки Янзы уже далеко не мог удовлетворять постоянно растущие потребности по перевозкам. Для этого китайцы реализовали большой план. построили огромную глубоководную пристань в 30 километрах от суши на острове Яншань. В 2015 году порт Шанхая шестой год занимал первое место по грузоперевозкам в мире. Контейнеры, которые ежегодно проходят через пристань Яншань, если сложить от начала до конца могут обогнуть землю в 4,5 раза. Сегодня на острове Яншань китайцы предприняли новые шаги. Новая огромная пристань приобрела первые очертания суперпроекты, которые будут здесь проводить новый вызов мировой портовой деятельности. 1 августа 2016 года шанхайский эксперт по электрической инженерии Синь Тао появился в аэропорту Сямэня. Это его третий приезд за последние два месяца. Почему же он зачастил Сямэнь? Учиться друг у друга. Как-никак в Китае вы занимаете лидирующие позиции. Китайцы строят на острове Яншань крупнейшую в мире автоматическую пристань. Электротехнический проект за который отвечает Цинь Тао можно сказать ее душа. Проще говоря работа Цинь Тао заключается в том чтобы все портовое оборудование стало интеллектуальными роботами нового поколения. Чтобы они слаженно работали и могли самостоятельно решать проблемы. Год назад в 900 километрах к югу от Шанхая порт Сямэнь совместно с крупнейшим в мире производителем портового оборудования компанией Джинь Хуа преобразовали традиционный порт в малый автоматизированный порт. Этот порт стал местом заимствования опыта для Цинь Тао. Сегодня мир развивается благодаря интернету и прогрессу других технологий. поточная линия производства уже вышла за пределы заводов и потребители со всего мира стали ее настоящей конечной точкой. Сеть дорог, различные выгрузочные пункты, а также самолеты, автоколонны, суда и другие средства сообщения постепенно стали частью огромной поточной линии. На автоматизированной пристани заранее реализована автоматизированная работа. 18 месяцев назад китайцы начали строить автоматизированный порт. Работа в тестовом режиме длится уже более полугода. Это так называемый магнитный держатель. Он такой же как и у меня в руке. Внутри этого держателя есть индукционный чип. Мы во всей автоматизированной зоне установили почти 10 тысяч таких держателей. Когда AGV проходит мимо такого держателя, он точно отслеживает его относительное положение. Таким образом AGV обладает самонавигацией. AGV сокращенное название робокара. Его задача заключается в переброске контейнера между пристанью и складом. Преимущество AGV в том, что когда одновременно работает много робокаров, каждый из них в соответствии с транспортной ситуацией выбирает самый экономичный путь. Кроме того, хотя на нем установлены огромные шины диаметром 1,8 метра, погрешность остановки не более двух сантиметров. После непрерывного тестового режима в течение полугода исследовательская команда провела регулировку изначального проекта более тысячи раз. Накопленный здесь опыт бесценен для Цинтао. В этот раз он приехал, чтобы узнать о мощности робокара. Для зарядки на 30-85% нужен примерно час. Это если заряжать с низкого заряда. Чтобы зарядить 70-85% нужно примерно 10 минут. Сейчас технология зарядки робокара позволяет автоматизированные пристани работать без перерывов 24 часа в сутки. Решив проблему безостановочных рейсов, автоматизированный порт может конкурировать с традиционным портом с самой эффективной командой. Также налицо преимущество отсутствия загрязнения. 25 августа 2016 года строительная площадка автоматизированной пристани Яншань. Установлено более 7900 магнитных держателей. проходит испытание первая партия робокаров с подъемниками нового поколения. Смотрите, когда он поворачивает, он отклоняется, не зная, это из-за поверхности земли или из-за оборудования. В настоящее время в порту с самым большим количеством робокаров и с самой сложной системой контроля параллельно работает 96 робокаров. А на автоматизированной пристани Яншань будет работать всего 130 робокаров. Это значит, что они должны быть более передовые, должна быть лучше система контроля. Китайцы готовы к этому вызову. Оживленная портовая цепь на востоке Китая мост между Китаем и миром. Через год на острове Яншань будет построен самый крупный автоматизированный порт. Тенденция модернизации портов сделает эту цепь более яркой. Эта история началась с нуля. За какие-то 30 лет Китай построил самую большую в мире сеть скоростных шоссейных дорог. Создал много мостов самой высокой технологической сложности в мире. Обладает самой длинной в мире сетью высокоскоростных железных дорог. Занимает передовые позиции среди мировых портов. Китайцы своими руками создали чудо. Огромная сеть сообщений поддерживает быстрое экономическое развитие Китая, а также более тесно связывает его с миром. КИНО СИГНАЛ СИГНАЛ Субтитры создавал DimaTorzok